Книга «Открытым оком», том 4, тема «Пища», вопрос 1328. «Если постящийся человек заболевает какой-нибудь болезнью, например, гриппом, то можно ли это считать наказанием Божьим? Или болезнь бывает от ослабления организма в пост?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Считаю, что мы должны всегда быть готовыми к встрече с Господом через отшествие с этой земли». А как это произойдет, какая нам на то разница? Утонем ли мы в подводной лодке, или упадем с вертолета, подаемся ли костью, или умрем от заразы? Исследовать мы должны себя относительно веры, а узнавать каждый раз, за что именно мы наказаны, является ли это болезнью наказанием, это уж как Бог откроет. И настаивать на этом не нужно. 2 Коринфянам 13.5 «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Апостол Павел даже трижды молился, и только тогда ему Бог открыл, что этого делать не нужно. 2 Коринфянам 12.7-10 стих. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Нужно научиться за все благодарить Бога и болезнь рассматривать как слугу смерти, как обновление организма и души. Пост может и укреплять организм, и ослаблять. Не советую входить в эти исследования, «Но искренне благодарите Бога, что вы православны, и что Бог дает силу соблюдать посты». 1 Фессалоникийцам 5.18 «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Прочтите подробно в нашей книге «К истинному православию» в главе о посте.